Добрый вечер, друзья! И снова я на работе, и снова наши коровки. Сегодня я хочу вам просто рассказать историю, откуда взялись наши коровки, как они появились у нас в хозяйстве. Эту породу, называется она черно-пестрая, начали выводить еще в 30-х, 40-х годах прошлого века, то бишь при СССР. Выводили эту породу путем скрещивания местных пород, ну местная порода в основном тогда была красная степная, и пород иностранных коров черно-пестрых из Германии, Швейцарии, Нидерландов. Вот скрещивали, скрещивали, пока не добили, чтобы с красными пятнами не рождались они. Закончили эту селекцию и утвердили породу в 1959 году. И с тех пор она стала распространяться по Советскому Союзу. К нам она попала в 90-х годах. В хозяйство закупили, вырастили, и постепенно они вытеснили красных коров степных. Теперь вот такая порода у нас в хозяйстве. Привозят к нам на ферму с других, с молочно-товарных ферм, так как они там телятся, не у нас, привезут сюда к нам на доращивание весом 200-220 килограммов. Ну иногда больше, иногда чуть меньше, по-разному приходится. При хорошем кормлении они дают и при весе хорошее, где-то до килограммов в сутки. Так что если хорошо все, они растут довольно быстро. Вот здесь коровы весом от 400 килограмм и выше. Ну мы их держим, пока быки здесь их не посеменяют, и тогда отправляем на молочную-товарную ферму, где они телятся и начинают доиться. Стельность у них длится 9 месяцев. Потом телятся и начинают их там дать. Телята рождаются весом от 32 до 42 килограммов. Вот. Коровки дают неплохо молока. Первотелка где-то 25-20 литров. Считается хорошая уже корова первая. А взрослые коровы дают до 40 и больше литров. За год где-то от хорошей коровы надаивают 4,5-5,5 тысяч литров. Ну, если бы вот эта не летняя жара, было бы лучше. Еще сейчас хотят добавить в семя ежа искусственно. Здесь у нас молочная-товарная ферма озаменяет искусственно. В семя добавить, как бы усилить породу устойчивость к заболеваниям. Особенно копытная гниль. Вот эти коровки, они часто страдают. У них копыта, их надо лечить, потом мучиться. Ну, сейчас пытаются обновить породу, добавить еще каких-то кровей, чтобы были устойчивы к этим болезням. Вот. Ну что, вроде ничего не забыл. Вообще вот эта корова достигает весом 600-650 килограмм и даже 700. Быки от 700 до 900. Ну, при моей памяти были и за тонну. Тонну 200, тонну 300 быки. Ну, они как ассиминаторы уже не пойдут. Он, если, ну, представляете, тонну прыгнет на корову сверху. Он ее поломает. Таких быков сразу убирают. Вот. Сейчас им хоть благодать, немножко мух меньше будет. Ну, сейчас комары нападут. Вон, уже гудят. Вот, кушают, лижут соль, пьют водичку. Лежит водичка у вас. Чистенькая, свеженькая. Ну, все, наверное, на сегодня хватит. Продолжение сериала будет обязательно. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья!